На этой неделе Украина отмечала Крещение. Сотни людей по всей стране, несмотря на морозы, ныряли в освещенную ледяную воду и выстаивали в очередях, чтобы запастись ею на весь год. Температура минусовая, зато заряд положительный. С помощью научных методов ученые решили выяснить, почему крещенской воде приписывают целебные свойства. Астрофизики искали разгадку в телескопах, может на частицы воды влияет космос, а химики рассматривали пробы под микроскопами. На поиски крещенского чуда отправилась и Кристина Суворина. Уникальное видео 2003 года. Священнослужители начинают сотрудничать с учеными. В Институте физики проводят совместные эксперименты, которые доказывают, от дивных свойств крещенской воды не откреститься. Скорее всего, это надо быть сильно энергетизированной водой, потому что мы смотрели структуру. Опыты проводят и по сегодняшний день. Профессор Курик в ночь с 18 на 19 января как всегда не спал. Удастся ли на этот раз сделать открытие? Вода вчерашняя слабее по параметрам. Удивительно, меньше удельная проводимость, меньше кислотно-щелочной равновесии, меньше параметра кислотного структуры. Я называю физические характеристики, которые имеют отношение к внутренней структуре. С ценным образцом он спешит в лабораторию. Со своим коллегой они продолжат испытания, чтобы уже не вилами по воде писано было, а все с доказательствами и выводами. Я хочу передать самые свежие. В лаборатории вместо обоев вырезки из газет. Загадочные статьи Виктора Жукова. Вот, например, крещенскую воду освещает космос. Я материалист до мозга костей и верить в какие-то чудеса, но я не приучен. Виктор Жуков считает, все дело в особом положении Земли, которое замечают только лишь в православный праздник. Но главное, в чем польза крещенской воды для здоровья. Вначале ученые фиксируют первичные данные энергетически активных точек на теле человека. Потом несколько глотков крещенской воды. И вот, стрелка показывает мощную энергетическую реакцию организма. Действие воды происходит по мере прохождения этой воды через желудочный кишечный тракт. Ответ, как на обычный, ну скажем так, медикаментозный препарат. Простейшая формула H2O, известная еще из школьных учебников, оказывается, не так уж и проста. Вода — это вообще сплошные превращения. Вот, например, замороженное послание прямо с небес. Секретный код снежинок и капель ученые пытаются разгадать долгие годы. Японский исследователь Эмото Масару капли замораживал в лаборатории. Рассматривая кристаллы льда в 500-кратном увеличении, сделал вывод — вода — носитель информации. Я писал различные слова на емкостях с водой. Она как будто их запоминает. Японец считает, даже сам человек может записать послание в бутылке. Самое сильное воздействие на структуру оказало сочетание слов «любовь» и «благодарность». Любовь и «благодарность», «любовь» и «благодарность». Натуропат Елена Светко тоже верит. У Крещенской есть разум. В этих колбочках и бутылочках целая нетрадиционная аптека. На этой воде можно заваривать коренья, травы. Она влияет на психосоматику, влияет на наши эмоции, снимает депрессии, снимает стрессы, страхи. А это уже киевская клиника. Людмиле посоветовала подруга. Крещенская вода улучшит обмен веществ. Пить надо по чайной ложке натощак. Воду можно пить, но не очень холодную. Ну и самое главное, потом долго не голодать. Терапевт подчеркнула, крестное знамение не лечит. Клинически целебное действие не доказано. Называть крещенскую воду лекарством, конечно, нельзя. Мы применяем средства, у которых уже есть доказательства, эффекты которых доказаны. Сотни людей не требуют доказательств. Они просто ныряют в ледяную прорубь с головой и верят. Вода избавит их от нечистых сил, даст здоровье на весь год. И это срабатывает. На самом-то деле, суть не в самой воде, а в том, чем она наполнена. Она наполняется Духом Святым. А его же нельзя загрязнить ни трубами, ни ржавыми, ничем. Академик Гончарук не верит, что из-под крана на богоявление течет святая вода. И настоятельно рекомендует с осторожностью относиться к тому, что пьете. Законы божественные не отменяют законов биохимии. Боже упаси, ее через неделю пить нельзя, потому что микроорганизмы мы не увидим, когда они уже опасны. В Киевском институте воды проверяли несколько лет подряд химический состав воды крещенской. Крещенская вода, это скорее не вода, а свойство души. Это та вода, которую вы очистили душу, не более. Это духовное понятие, не материальное. Иордан — одна из самых загрязненных рек Ближнего Востока. Но люди верят, в ней крестили Иисуса Христа, и вода должна быть чудодейственной. В этой лаборатории делают экспертизу той самой, настоящей иорданской воды. Правда, в микроскопе никаких чудес микробиолог не разглядел. Река иордан относительно мелкая, за счет этого есть достаточно большое количество водорослей. Есть энное количество микроорганизмов, которые эндемичны Израилю, но в принципе никаких целебных или каких-либо других особых свойств вода не имеет. Но батюшка снова перекрестил воду и поставил крест на всех сомнениях. Чудеса случаются с теми, кто в них верит и вовсе не обязательно изучает. Кристина Суворина, Оксана Старенькая, Сергей Ауслендер, Вадим Сверидонов и Владлен Ноль. Подробности недели телеканал Интер.